Доб без присмотра и война соседних участков. Ответственные лица за свои обязанности отвечать не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Посмотрим, на что закрыли глаза в этот раз. Ремонт подъезда себе в убыток. Кто возместит затраты и откуда долг на общедомовом счете? Вы сделали, вы молодцы. А у нас на заплату денег хватает. Такой подход. Жительница в Ласихе борется за проезд. Как теперь подобраться к своему же дому? Он говорит, я поставлю огромный забор, и вы у меня летать будете. Летать я согласна. Мы как-то пройдем. Ну, ассенизаторская машина, говорю, еще скоро, пожарка. Тысяча и одна проблема. Жители садоводства о наболевшем. От пяти до шести там это. Тысяча? Да. В год. В год. Да. А, собственно, на содержание чего деньги-то? Нам больших денег не нужно. Водопровод стоит, свет стоит, газ стоит. На что? На содержание администрации. Дом на Гулькино уже попадал к нам в объектив. И справедливости ради стоит заметить, что спустя полтора года он заметно преобразился. Вот только далось это, по словам жителей, совсем непросто. Крыша, наконец, сделана. Подступы к подъездам в надлежащем состоянии. После нашего коммунального патруля еще в 2020 году начались какие-то подвижки, рассказывает неравнодушный житель дома. Изначально, в году 19-м, я когда у управляющих компаний спрашивал, будет ли у нас порядок, будет ли у нас, что сегодня есть. Они говорят, да зачем-то у тебя там жильцы, все пенсионеры, никто не захочет. Как и сказали. Ну, пытались они меня переубедить в этом. Потом вроде как бы согласились. Вот в прошлом году сделали. Сделали приподъездные моменты, то есть все парковку сделали. То есть здесь, ну как, всем жильцам на сегодняшний день нравится. Облагородили территорию тогда по нацпроекту, а вот на ремонт подъездов средств на счету дома не нашлось, заверили в управляющей компании. В общедомовом бюджете большой долг. Откуда он взялся, жители так и не знают. Тогда, устав от бесконечного заполнения бумаг, они решили заплатить за работы сами. За покраску стен, перил, установку новых почтовых ящиков подрядчику отдали немалые деньги. Мы посчитали, приблизительно, где-то порядка 120, ну на все вместе с козырьками, где-то мы затратили жильцами дома 120-140 тысяч. Вот. Я пришел к управляющему, говорю, нам бы как-то возместить, вот хотя бы долг погасите. Она говорит, а мы не можем так делать. Ну, как бы, ну вы сделали, вы молодцы. Как бы, а мы вот, ну у нас на зарплаты денег не хватает. Ну, что, такой подход, как бы. Траву во дворе скашивают тоже сами жители. В управляшке рассказывают, и до этого дела никому нет. Дворник метет только у подъезда, а за парковки не берется, мол, за это не платят. А в прошлые годы, говорит Сергей, и вовсе дворника не было, хотя он на доме числился. Ну, как, нет, вот мы пять месяцев выплачиваем зарплату. Я говорю, кому? То есть, ну, человека нет, вы выплачиваете зарплату. В поисках ответа мы и сами с утра пораньше пошли в УК-СМАРТ, но поговорить с руководством не смогли. Сейчас нет участия. Ага, а когда будет, к примеру, не знаете? После обеда. И так очень часто от обязательств отнекиваются любым способом, говорит Сергей. В целом же о работе УК можно судить даже по тому, какой беспорядок они развели на своей территории, чего уже чужой заботится. Украли проезд. Возмущается жительница Власики в укор своему соседу. Из-за стройки у дома женщина оказалась в окружении чужих участков. Это все. Все, что у меня осталось от проезда. Вместо широкого проезда теперь только узкая тропа, меньше чем в полметра. По ней пройти трудно, а вот машинам к дому точно никак не подобраться. Виной всему считает жительница дома соседний участок, который за считанные месяцы вырос там, где раньше был проезд. Теперь застройщик нового дома планирует еще и огородить свою территорию. Он говорит, я поставлю огромный забор, вот, и вы у меня летать будете. Летать я согласна. Ну, мы как-то пройдем. Ну, ассенизаторская машина, говорю, еще скорая пожарка. Когда в 2005-м, рассказывает женщина, покупала этот участок, вокруг был пустырь. Но дома постепенно строили, а по этой территории продолжали проезжать машины. Жительница ссылается на план участка от Краевого управления Роснедвижимости. Третья, четвертая точка – проезд земле общего пользования. Мы вот в этих точках и поставили гараж, чтобы не было вопросов. Но вопросов со временем стало только больше. Например, как выехать из своего же гаража, когда через пару метров начинается чужая территория. Машина попросту будет упираться в чужой забор. Дарить свою землю соседи друг другу не собираются. А на воротах гаража с тех пор появилась фамилия застройщика, которая отпугивает покупателей нового дома. К слову, сам Кокарев в свою защиту заявляет, что проезд, собственно, никогда проездом и не был. План участка от Краевого управления Роснедвижимости вообще документом не является. А участок приобрел законным образом. Там есть рядом территория, другой смежный, другой смежный земельный участок есть. И, в общем-то, на сегодняшний день у нее есть не только ее полтора метра для того, чтобы двигаться, проходить и ездить. То есть доступ открыт. Никто ей пользованию не препятствует. То есть тот земельный участок, по которому она желает ходить и ездить, он принадлежит Кокареву Дмитрию. То есть существуют законные способы установления сервитута при наличии и при условии того, что это единственный возможный доступ к ее земельному участку через его земельный участок. Так сторона застройщика предлагает Калининой обустроить подъезд к дому со сдвигом вправо, захватив другой, тоже чужой участок, иными словами, оформить сервитут на него. А значит, Кокарев своими метрами уже не поделится. Кроме того, суд определил, что подъехать к дому Калинина может и с обратной его стороны, снова через чужие участки. Ну а куда я попрошу? У этих плодовые деревья растут, у этих теплица стоит и сарайка. Ну их же тоже, я все понимаю. Ну тем более у меня никогда здесь, а куда я буду идти-то? У меня ни входа, ни выхода. Женщина опять подала иск в суд, но уже в адрес Росреестра. Кадастровый инженер, по словам жительницы, обязан был отметить на земельном плане доступ к ее участку при постановке его на кадастровый учет. А Росреестр, в свою очередь, проверять документы. Чем же закончится дело, пока неизвестно. Не исключено, что к участку в скором времени действительно можно будет только подлететь. Полная неразбериха и в садоводстве Сибири, рассказывают жители. Председатели им навязывают, документы подделывают, но конкретных действий для улучшения жизни не следует. Проблема на проблеме. Так, в трех словах, жители садоводства Сибири описывают свое пребывание здесь. И самое очевидное из них – покос травы, который, по словам самих садоводов, кроме них никому не сдался. Помощи от председателя СНТ не дождаться ни летом, ни зимой. Дороги зимой мы чистим своими силами. По крайней мере, вот с 2018 года мы, шестая, пятая, четвертая линия, я организовывала людей, которые живут тут. Мы собирали деньги, сдавали на это и чистили своими силами. А на что у нас в смете даже председатель закладывает чистку дорог, это как бы обязательно. Но нам не чистили, мы чистили своими силами все отчеты, потом каждая чистка дорог, у нас была своя группа в WhatsApp. Все отчеты мы писали, все это показывали, как, что, кому, на какую линию почистили. То есть люди и в конце весной полностью делали отчеты и показывали людям, вот за ваши деньги мы сделали то-то, то-то, то-то. Большая проблема для садоводов – подключение дома к электросетям. По словам людей, председатель отрезала им доступ к поставщикам электроэнергии. Присвоив пароли и логины, точнее, передав их третьему лицу, некому Евгению Кукушкину. На данный момент люди, если обращаются, сами мы не можем, потому что мы подать заявку, у нас нет логина и пароля. А Кукушкин Евгений у нас берет плату за подключение света, счетчика, установку 23 тысячи с каждого садовода. То есть, если мы могли сами просто за 550 это сделать, то сейчас это у нас проходит за 23 тысячи. И на этом проблемы не заканчиваются, рассказывают жители. Вот, к примеру, знатно проседают канализационные колодцы и своей массой давят на основную магистраль водопровода. Еще немного и раздавят вовсе уверенно садоводы. А между тем, членские взносы с участка ежегодно растут. Но куда уходят средства, жители не знают. От пяти до шести там это. В тысячи, да? Да. В год? В год, да. А, собственно, на содержание чего деньги-то? Нам больших денег не нужно. Водопровод стоит, свет стоит, газ стоит. На что? На содержание администрации? Вопросов к администрации немало. Новый председатель, занимающий пост с конца мая, еще не успел себя зарекомендовать, как вернулась прежняя свита и собирает подписи за бывшее руководство в лице Ларисы Васильченко, рассказывают жители. Мы попытались связаться с ней, чтобы выслушать ее позицию. Экс-председатель была явно не в духе, разговаривала грубо и конструктивного диалога не получилось. Они сделали рейдерский завхват. На них подано заявление в полицию, в суд. Вам что надо от меня? Журналист, вот иди и пиши, что тебе говорят там. А я тебя не вызывала никуда. Жители недоумевают. Неужели беспорядки снова продолжатся? Я участок здесь приобрела недавно, буквально два года назад. И кроме того, что я должна денег, я ничего в принципе в свой адрес не слышу. Я уже несколько раз приходила, пыталась решить вопрос с водой. Потому что в прошлом году мы три дня остались без воды, с маленькими детьми. Летом ни огород полить, ни детей помыть. Мы в этом году неделю по вечерам сидели без воды. Шла к Васильченко... А значит без воды? Почему? Рубильник вырубала напряжение или еще что-то. Она не объясняла причину. Васильченко, которая, по словам жителей, всегда ведет себя по-хамски, на должность председателя попала незаконным способом, утверждают люди. Они рассказывают, в 2018 году действовал закон номер 66. По нему председатель мог избираться на два года. Но своенравную даму по документам избрали от чего-то сразу на пять лет. С 1 марта 2019 года у нас закон 217, где выборы председателя на пять лет. А 66 нам говорил только на два года избирать. То есть тут уже сразу видно, что протокол этот просто написан, ну как сказать. Жители не знают, где искать правды. Уж слишком много вопросов и в протоколах, где пункт о прежнем переизбирании Васильченко на кворуме даже не вынесен отдельным абзацем, а занесен как бы между делом. Ни в полиции, ни в прокуратуре садоводы ответа, как говорят, не нашли. Ведомство, изучив протоколы, нарушений не обнаружили. От отчаяния жители планируют обращаться к краевым властям. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, о которой вы хотите рассказать, оставляйте заявки на сайте телеканала Толк, звоните в редакцию или пишите комментарии в социальных сетях. Это была программа «Коммунальный патруль». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова